МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наступило наше время. Мы подводим итоги. Большие планы уникального региона. Арктика как сфера интересов мирового сообщества. Экологи создают программы по очистке территории, педагоги по подготовке кадров. Пожелание педагогов к правительству. В Москве состоялся первый всероссийский видеофорум «Молодой учитель» в социальном векторе России. 920 граммов победы. В Подмосковье прошел всероссийский фестиваль «Народная рыбалка». На этой неделе страна отметила День защитника Отечества. Начиная с 1918 года его посвящали рабоче-крестьянской Красной армии. В современной России праздник приобрел значение Дня воинской славы страны. С 2002 года по решению Госдумы 23 февраля День защитника Отечества в России является нерабочим днем. Накануне праздника премьер-министр России Владимир Путин озвучил инициативу, которая, по его мнению, поможет поднять престиж военной службы. Цитата. «Необходимо помочь тем, кто отслужил в армии в получении высшего образования. Создать специальные годичные курсы, которые давали бы право без дополнительных экзаменов поступать в высшее учебное заведение страны». Конец цитаты. В Страсбурге состоялся первый международный конгресс средств массовой информации «Четвертая власть». В числе участников форума с российской стороны были представители телеканала «Просвещение». С 19 по 23 февраля во Франции, в городе Страсбург, по Дворце Конгрессов, Международный конгресс СМИ «Золотое сечение» провел первый медиафорум «Четвертая власть». Форум был поддержан Союзом Европы, ЮНЕСКО, Министерством иностранных дел Российской Федерации и Союзом журналистов Москвы. В форуме приняли участие журналисты, эксперты, духовные лидеры и общественные деятели из России, Франции, Германии, США, Казахстана, Украины и других стран. Цель форума – создание постоянно действующей площадки в городе для обсуждения проблем информационного общества, свободы слова, а также роли средств массовой информации в развитии гражданского общества. По словам участников форума, СМИ должны вернуть себе статус четвертой власти и стать реально действующим посредником между обществом и властью. Провести экологическую очистку региона, доказать свое право на территорию, подготовить специалистов для работы в экстремальных условиях. Арктическая стратегия России включает в себя множество пунктов, а тема Арктики в 2012-м занимает особое место в информационном пространстве. Актуализируется она в мае этого года, когда корейский город Йосу примет участников всемирной выставки «Экспо-2012». Общая тема форума – живой океан и прибрежные зоны. В полифонии более 100 стран мира Россия примет участие с презентацией экспозиции, посвященной именно Арктике. Деловая программа форума уже стартовала. В ее рамках 21 февраля в редакции журнала «Наука и жизнь» прошла встреча экспертов с журналистами. Акцент сделали на вопросах сохранения экосистемы региона. Днем позже будущее и настоящее Арктики стало лейтмотивом встречи в РИА Новости. Тему подготовки кадров для работы в северных широтах обсудили представители Северного Арктического Федерального Университета. Об Арктике, ее экологии и образовании для нее в нашем репортаже. Эти кадры появились на телевизионных экранах нашей страны в ноябре прошлого года. Научно-экспедиционное судно «Росгидромета» Михаил Сомов привезло в Архангельск около 2000 бесхозных бочек с острова Врангеля земли Франции Иосифа. Интернет запестрел заголовками. Отчистка Арктики началась. Но учитывая масштабы загрязнений, это даже не капля в море, считает почетный полярник Владимир Чуков. Один из участников встречи, посвященный сохранению экосистемы Арктического региона. Я тоже не про новую землю. Вот я там, северная туда, на восток, все побережье. Таймыра, даже эти несчастные островочки, там архипелага Норденшельда, там все забитое, поэтому там идет речь не о сотнях тысячах вот этих вот бочек. Там никто их посчитать не в состоянии. Тем не менее, задачу по разработке и воплощению программы по экологической очистке Арктического региона решать придется. Сроки уже обозначены. В частности, проект по утилизации отходов на земле Франции Иосифа должен быть завершен до 2020 года, подчеркивают эксперты. Мы должны показать всему миру, что мы можем управлять такими территориями, управлять устойчиво, да, с использованием в рамках концепции устойчивого развития, с использованием принципов зеленого строения, экологического строительства. Технологии есть, научный потенциал у России есть. Есть и другой аспект экологической проблемы – сохранение следов героической истории, освоение арктических земель. Важно в процессе генеральной уборки вместе с водой не выплеснуть и ребенка. Не надо забывать, что там каждая железячка, пока ее историк в руках не подержал, она может оказаться тем, что вот наши историки ищут какие-то там следы каких-то экспедиций пропавших, там Русанова, там, я не знаю, Седова и гораздо более ранних экспедиций. В прошлое Арктики героические экспедиции – настоящая необходимость решения экологических проблем. Будущее – новые этапы освоения. Об этом говорили в РИА Новости. Здесь прошла пресс-конференция, посвященная роли Северного Арктического Федерального Университета в научных исследованиях Арктического региона, обладающего одной из самых важных транспортных магистралей, четвертью запасов земли углеводородного сырья, уникальными биоресурсами. Это понимают не только арктические государства. На сегодняшний день и страны Евросоюза разрабатывают свою стратегию арктическую. И Китай очень активно занимается исследованием Арктики и строит свой атомный ледокольный флот. В Арктику идут, как ни странно, даже государства, которые очень далеко находятся, такие как Латинская Америка, например. Поэтому Арктика – это будущее человечества. Социально-экономическое развитие Северо-Арктического региона, климатофизиология, этнокультурология и гуманитарная география. На базе Северного Арктического Федерального Университета созданы многочисленные научно-образовательные центры. Здесь готовят профессиональные кадры, формируется ядро притяжения креативного класса. В САФУ гордятся и международным сотрудничеством с вузами стран-соседей – Норвегии, Финляндии и Швеции. Университет сегодня должен стать вот той интеллектуальной площадкой, на базе которой не только наши собственные ученые, живущие и работающие в Архангельске, но и российские и зарубежные ученые могли бы реализовывать свои научные и свои образовательные проекты. В 2011 году по инициативе Северного Арктического Федерального Университета был учрежден так называемый «День Холода» или «День Арктики». Он состоится в последний день зимы 29 февраля. Праздничные и научные мероприятия пройдут в Ямало-Ненецком автономном округе, в Красноярском крае, в Мурманской и Архангельской областях. В ближайших же планах представители САФУ как минимум учреждение Международного Дня Арктики. Как максимум – создание Международного Университета освоения Арктического региона, очищенного от мусора и сохранившего историческое наследие. Мария Ермаченко, Александра Стрельникова, Сергей Соснин. Телеканал «Просвещение». Как привлечь молодых людей в педагогику? А главное, какие условия необходимы учителям для работы в современной России? Эти и многие другие вопросы обсудили на первом всероссийском видеофоруме «Молодой учитель в социальном векторе России». В фундаментальной библиотеке МГУ развернулись несколько дискуссионных площадок. Спектр тем обширен и недалек от нововведений в систему образования. Социальная поддержка на старте – залог успеха молодого учителя, ответы на вызовы нового времени, инновации в образовании. На этих микроплощадках у педагогов появилась возможность поделиться опытом не только с присутствующими, но и с удаленными на несколько тысяч километров коллегами. Связь между участниками из более чем 200 регионов России обеспечили веб-камеры. На форуме молодые учителя объединились и сформулировали свои пожелания и предложения к правительству России. Это прежде всего приравнять льготы, социальный статус преподавателя к статусу государственного служащего. То есть здесь мы будем учитывать не только составляющие зарплаты, но и те льготы, которые получают госслужащие. Плюс ко всему по жилью. То есть прежде всего обеспечить преподавателя служебным жильем до получения жилья в собственности. В ходе пленарного заседания было решено создать в рамках Всероссийского педагогического собрания Ассоциацию молодых педагогов России. 2012 год объявлен ЮНЕСКО годом химии. Как утверждал нобелевский лауреат Харальд Кротто, никто не сделал так много для благополучия человека, как химия. Проблемам и перспективам развития именно этой науки был посвящен съезд учителей химии в МГУ. Мероприятие такого масштаба состоялось впервые. О том, что поможет развитию химии как учебному предмету, резолюции или энтузиазм педагогов в материале Алины Облыгиной. Человек сделал вдох, началась реакция окисления. Выдох, выделился углекислый газ. Его, в свою очередь, поглотили растения. Химические процессы окружают человека с самого рождения. Но лишь малая часть людей понимает, как это происходит. Причина крайне проста – недостаточное качество знаний. На открытии съезда учителей химии Виктор Садовничий рассказал о своем недавнем эксперименте. Открыв учебник 10 класса и увидев, какие там используются термины, ректор МГУ был удивлен. Уровня знаний обычного ученика для понимания того, что там написано, просто недостаточно. Как за один учебный час в неделю в школе или в университете научиться химии? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и обсудить проблемы химического образования, учителя съехались в Москву со всех регионов России. Вы знаете, что занятия мои ведут учителя. К сожалению, химик я в школе одна, но придется потом наверстываться. Работа съезда организована по секции. Здесь рассматриваются не только проблемы, но и перспективы их решения. Страна долго жила без нормативной базы, стандарт долго не принимался. И по сути, только недавно приняли стандарт основной школы. А до этого были какие-то суррогаты или вообще ничего не было. Поэтому новизна стала самоцелью. Химия – наука интересная. Это не только формулы, но и опыты. Последнего в школах-то и не хватает. Более пяти тысяч из них в России вообще не имеют кабинета химии. Я учился в сельской школе в Брянской области во вторую смену. Это было после войны. И приходил учитель химии Ефим Прокольевич Шумейко. При керосиновой лампе в классе он показывал опыты, самые удивительные, вот в такой атмосфере, практически чудеса. Пока учителя вынуждены самостоятельно решать такие проблемы. Итогом трехдневного съезда стало создание резолюции. В ней изложены перспективные пути развития химического образования. Алина Аблагина, Игорь Ташаев, телеканал «Просвещение». В Московском государственном строительном университете состоялась встреча студентов с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Хаснулиным. Студенты задавали свои вопросы, представители власти предлагали решение. Предпочтительно для будущих выпускников работа в госаппарате. Но эффективное управление строительными процессами невозможно без наличия непосредственной практики на строительной площадке, отметил Марат Хаснулин. Уделились студенты и бытовыми проблемами. Будущих специалистов, как и всех москвичей, волнуют пробки на дорогах. Один из вариантов решения транспортного коллапса – пересадить население на общественный транспорт. Но для начала этот вид транспорта должен стать комфортным, отметил глава департамента городского строительства Москвы. Собравшиеся также отметили, что 30% строительных технологий должны быть заменены. Помощь здесь требуется от научного сообщества. Метро, выделенные полосы общественного транспорта и 500 дополнительных километров железной дороги – таковы ближайшие цели градостроительного развития столицы. В Московском городском дворце детско-юношеского творчества состоялась презентация московских православных общеобразовательных учреждений. На конференции обсудили проблемы современного образования, пути духовно ориентированного воспитания учащихся общеобразовательных школ, принципиальные отличия данной системы от общепринятой. Цель этого мероприятия в том, чтобы ближе познакомиться друг с другом, чтобы поделиться тем 20-летним опытом жизни православных школ, которые мы имеем, рассказать о той работе, которую проводят в православных школах, ну и, наверное, донести те принципы по систему ценностей, на которых строится наше и образование, и воспитание. Духовно-нравственное воспитание молодежи – тема очень актуальна и сегодня, подчеркнули участники встречи. По мнению педагогов и родителей, стандартных общеобразовательных дисциплин в школах недостаточно для формирования полноценной личности ребенка. Открытие в Москве православных общеобразовательных учреждений – один из способов решения этой проблемы. На сегодняшний день в столице их насчитывается более 20. Внимание! Начинаем производственную гимнастику. В Тюменском государственном университете вспомнили хорошо забытое старое и вели физкульт-минутки для сотрудников. Движение за здоровый образ жизни возглавил капитан образовательного корабля ректор вуза Геннадий Чеботарев. Преподавательский состав к нововведениям относится положительно. У нас, в принципе, сидячая работа – это немножко, знаете, взбодриться немножечко. Вот это хорошо забытое старое. Это было приятно и полезно. Физкульт-минутки проводятся в вузе два раза в день – в 11 часов утра и в 16 часов дня. В Москве в галерее Наде Брыкиной состоялось открытие выставки, посвященной создателю картины «Черный квадрат» Казимиру Малевичу. Выставочный проект под названием «Знаки происходят от нас» стал доступен для посетителей в день рождения художника 23 февраля. Здесь представлены работы последователей родоначальника такого направления в искусстве, как супрематизм. О простоте, форме и космических материях – репортаж нашего корреспондента. Каков эстетический смысл этой картины, задумывались мы неоднократно. Последователи Малевича продолжают нас мучить этим вопросом. Но у самого художника был четкий ответ. Столь знакомая для всех геометрическая фигура представлялась ему ничем иным, как окном в космос. Все, что он изображал – это все события в космосе. Ни в коем случае не на Земле. И он так же, как Солковский, предлагал покинуть Землю. Надо улетать с нашей планеты и передвигаться в космос. Именно Казимир Малевич стал родоначальником супрематизма. Композиции этого искусства создаются из разноцветных плоскостей в форме квадрата, круга, треугольника, креста. Но не только как автор «Черного квадрата» известен Казимир Малевич. Именно он ввел такое понятие, как архитектон. Вертикальные модели из элементарных геометрических фигур легли в основу архитектуры 21 века. Архитектор с мировым именем Саха Хадид многократно заявляла, что архитектон Малевича лежит в основе всех ее реализованных проектов. В ближайшее время российскую выставку ожидает увидеть европейский зритель. Идея настолько интересна, что надо ее показать в стульяхе. Тем более, что у нас там большое пространство и больше возможностей. Можно доработать этот же проект и как-то его представить в европейской публике. Но и на родине чтят художника. На данный момент разработан проект «Мемориала памяти Малевича». Столь удивительная конструкция будет установлена в Московской области, в поселке Барвиха, на могиле художника. Внешняя конструкция напоминает космический дом-спутник Земли. Именно такие дома проектировал художник, оставив свои замыслы лишь на бумаге. Наталья Ершова, Олег Черкас, Сергей Бойко. Телеканал «Просвещение». В Подмосковье состоялся всероссийский фестиваль «Народная рыбалка». Инициатором масштабного мероприятия стал председатель правительства России Владимир Путин. Решение о проведении народной рыбалки было принято 11 января 2012 года в ходе встречи премьер-министра с представителями общественных организаций по рыболовству. Результатом встречи стало внесение поправок в закон о любительской рыбалке, отменяющих плату за этот популярный у россиян вид досуга. Бесплатно отдыхать с удочкой можно у любых водоемов, которые по площади больше 150 гектаров. Как проходил отдых россиян на 3000 гектарах Можайского водохранилища, расскажет Наталья Ершова. Сегодня и старый млад состязается в праве быть первым. Одновременно в девяти городах нашей страны стартовал всероссийский фестиваль «Народная рыбалка». Согреет ли азарт участников? А главное, что помимо теплой ухи ждет победителя? Посмотрим? Ни хвоста, ни чешуи. Суеверно желали в этот день рыбаки друг другу. Почти как на экзамен отправляя товарищей. 15-градусный мороз не испугал участников. Около 2000 рыбаков собрались в этот день на Можайском водохранилище. Вооружившись ледобуром и терпением, представители всех полов прокладывали свой путь к победе. Ведь улов во многом зависит от выбора места. Вы можете подойти по льду на конкретное место и в конкретном месте поймать конкретную рыбу. Допустим, знаете вы где? Какой-то перепад глубины, либо коряга лежит. Вы к ней подходите, сверните и ловите там рыбу. Летом это сделать затруднительно. Нужна лодка, еще что-то такое. Участников разбили на 7 групп. Самую молодую группу представляли дети до 14 лет. По словам подрастающего поколения, спортивную рыбалку необходимо включить в школьную программу. Но не только рыбный азарт привел в этот день людей на водохранилище. Чем не альтернатива шоппингу в душных магазинах в выходной день? Рассуждали представители семейных команд. По дорастающему поколению, допустим, чем в магазинах, лучше пусть здесь на свежем воздухе гуляют, ловят рыбу, отдыхают с семьями. Теперь трехчасовой труд каждого участника разложен по пакетам и готов к взвешиванию. В каждой из семи групп будет свой победитель. Но вся ли рыба добыта честным путем и возможны ли рыбные фальсификации? Мы смотрим жабры. У свежей рыбы жабры такого ярко-красного цвета. Та же рыба, которая поймана вчера, позавчера или еще хуже в магазине, она уже имеет жабры потемневшие, такого буру-коричневого цвета. 220 граммов не хватило юной Саши Морозовой, чтобы стать победительницей. Но ее 700-граммовый подлещик помог ей установить рекорд среди детей. По щучьему велению, победителем первого этапа фестиваля стал рыбак с 30-летним стажем Виталий Сидоров. Вес его трофейной щуки составил 920 граммов. Таким образом, царица реки сделала рыбака обладателем главного приза. Одно волнует и рыбаков-профессионалов, и просто любителей. Останется ли рыбалка общедоступной и бесплатной, то есть народной? Наталья Яршова, Никита Завада, телеканал Просвещение. Праздники, выставки и планы по освоению регионов страны. Таким мы увидели наше время. Желаю хороших выходных. До встречи на следующей неделе. И помните, главные события вашей жизни зависят только от вас. Создавайте новости. Мы будем о них рассказывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин